три года три года наскол не делал ролик и батюн пидор так счетом не обещал ролик по нам или сделать я же футажи проебал и так я прошел металги rising блять насрать игра просто бомба начал играть на самой высокой сложности не представляю вообще про что будет игра и насколько в ней сложной механики и даже обзоры на игру не смотрел и все что я знал что действие игры разворачивается во вселенной метал гир вначале меня как только не я извиняюсь и болеем первого босса я молчу примерно полчаса и если вы вдруг не знаете он еще является самым легким в игре но как мы знаем гачи мэна не сдаются и все-таки я смог прописать двоечку с ножичка и уйти в закат хорошо а не нам там какого-то премьер-министры как я не важно спасать его надо было но мне как-то пофиг но вот тренировочная первая глава заканчивается и нас отправляет на полноценную миссию где меня больно бьют даже слабые противники но далее еще хуже приходит какой-то бычара и меня яростно вот разваливает и спустя миллион смертей попыток я познаю дзен и разваливают его на продвигаясь по сюжету нам встречается вот такие маленькие роботы с ручками или чё это блять такое вообще и кто-то скажет что так ведь они же являются за мной за задницей но я им отвечу что благодаря ним я прошел всю главу включая босса без каких-либо трудностей потому что с них дробуется какой-то подгузник я не знаю что эта маска которая вам восстанавливает ну неприлично так вы знаете ну и под конец мы сражаемся с какой-то бабой прямо на заводе отлично так но теперь мы гуляем по каким-то анализациям где тусуются и ебучим макокинь были я не могу но вот дальше дальше от всего что только можно значит мне путь переградили какие-то дебилы я с ними дрался я пытался их победить умирал ну как же без этого но оказывается их даже валить не обязательно было можно было просто взять и пробежать и вот приходит время сражаться с боссом после которого я понимаю что все это время я играл оказывается неправильно как оказалось в этой игре есть контратака еще на тренировке нам показывают как она работает но проблема в том что это контратаке уделяет мало времени и в тренировке и делать было необязательно ну а может я тупой просто кто знает ну реально и поняв как она работает и без проблем победил босса однако только после прохождения игры я узнал что от этого металлолома не надо было уклоняться а его надо было резать в плейд море на протяжении всей игры меня постоянно бесила работа камеры то она дерганая то упрется куда-нибудь а так нормально терпимо в принципе но еще тут специально для тупых или слепых я не знаю до кого добавили волха чтобы ты мог видеть все саначки и противников округе и с одной стороны это прикольно но с другой хотелось бы запрыгнуть случайное место и там найти заначок и потом ты такой опа ура и радуешься круто в общем ну и что можно сказать по итогу треки в игре очень класс бомба прям особенно тема всех басов да и в целом игру можно пройти на одном дыхании и вы точно не забросите единственное что не советую играть на клавиатуре и мышке вот играешь и прям видно что игра по джойстик сделанная на этом ролик мой заканчивается ну и пока что ли